Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Александра Шева провела прямой эфир. Девушка рассказала о том, что она в отношении к Сергеем Захарьяшем. Лилия Четрару из-за этого страдает. Она хочет покинуть остров и вернуться на поляну. Это радует Дмитрия Талыбова, потому что ему очень нравится Лилия. Распалась пара Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова. Юля узнала о переписке Сергея с Настей Датюковой. Она считает, что он еще не нагулялся, она же готова к семье и к детям. Сергей перебрался в мужскую спальню. Рома Гриценко вернулся из больницы на поляну. Ему поставили диагноз – кишечная инфекция. Но в сети ходят слухи, что причиной недомогания парня стала драка. Причем такая, которую не покажут в эфирах. Ребята якобы всерьез передрались, но это не было заранее спланировано сценаристами. Сергей Кучеров, видимо, нашел свое призвание на проекте. Он преображает ребят, делает им красивые стрижки. Ксения Бородина поставила ультиматум Саше Артемовой и Жене Кузину. Ребята несерьезно относятся к выигрышу, к миллиону, который им дали на свадьбу. И Ксения дала им всего месяц на то, чтобы подать заявление в ЗАГС. В противном случае этот миллион сгорит. Маша Кахно получила предложение руки и сердца. Никто не ожидал, что Андрей Денисов сразу перейдет к более близкому этапу отношений. Маша пока не дала согласия. Это неудивительно, потому что их разговор состоялся поздней ночью, а Андрей был в стельку пьян. Илья Яббаров продолжает пиариться за счет Ольги Рапунцель. Он сообщил журналистам о том, что готов усыновить или удочерить ее ребенка. Готов дожидать свою фамилию. Алиана Остиненко, Вика Романец и Антон Гусев были в гостях у Ирины Александровны Огибаловой. Хорошо посидели, пишет Ирина Александровна, тихо, уютно, по-домашнему. Покушали вкусных пирогов. Ольга Бузова готовится к первому сольному концерту, который состоится 3 ноября. Даже отдыхая в ресторане, она вместе с коллегами говорит только о работе. Рома Капаклы обижен на Татьяну Владимировну Африкантову за то, что она не воспринимает его всерьез. Татьяна говорит, что дочь с ним только для здоровья. Роман уверен, что после того, как они встретятся лично, мнение женщины о нем в корне поменяется. Степан Менщиков прокомментировал ситуацию в своей семье. Степан говорит о том, что его все устраивало, но Евгения решила, тем не менее, от него уйти. Лучшим выходом из ситуации он считает переезд с Женей обратно в Иваново. Оставаться же в Москве им никак нельзя, потому что это очень дорого. «Я в Москве снимаю квартиру за 1000 долларов», – говорит Менщиков. «Я еще и вам должен квартиру снимать. 30 тысяч за садик платить, плюс за нянечку, еще и алименты по 50 тысяч. Я сын олигарха, что ли?» На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok